А сейчас о новых героях всемирной сети Арсения Авакове и Михаиле Саакашвили. Но прославились они вовсе не успехами на поприще реформ и в управлении государством. Запись скандального заседания Украинского нацсовета с метанием стакана, оскорблениями, нецензурной бранью – одна из самых популярных в интернете. Видеокадры превратились в пародии, карикатуры, сатирические ролики. Журналисты и эксперты обратили также внимание на поведение украинского президента. Порошенко фактически не вмешивается в скандал. В какой-то момент он просто закрывает лицо руками. Подробности в репортаже Ольги Князевой. Видео, ставшее с легкой руки министра Авакова, достоянием общественности взорвало информационное пространство Украины. Телеканалы непрерывно крутят кадры, на которых творцы так называемой революции достоинства демонстрируют откровенно недостойное поведение. Ну вот же один одного называли. Ну вот, один другого называет гастролером, циркачем, артистом. Была и нецензурная лексика. Цитировать не буду. Вот мы так часто говорим про европейские ценности и европейскую коалицию. Сдержаны в комментариях и оценках только журналисты Пятого канала, который, как известно, принадлежит президенту Украины. На сайте опубликовано лишь заявление самого Порошенко по поводу скандала на заседании. Дискуссии на этой площадке часто получаются острые и горячие. Там сталкиваются разные точки зрения, продуцируются идеи, находятся компромиссы, рождаются реформы. Остается только догадываться, какая реформа родилась в момент перепалки между Аваковым, Яценюком и Саакашвили. Но скандал, который так осторожно комментирует президент страны, кажется, вышел за рамки обыденной даже по украинским меркам политической ссоры. И оказался на страницах зарубежных СМИ. Издание разной заголовки в одном стиле – уличной разборки украинских чиновников. Украинский министр и губернатор выяснили отношения в уличном стиле. Такое публичное шутовство вводит в депрессию большинство украинцев, которые ожидали увидеть новую политику после Майдана. Скандальную запись прокомментировала на своей странице в социальной сети и представитель российского МИДа Мария Захарова. Видели видео с Сурой Авакова и Саакашвили, но страшно сказать заседание на ЦРАД реформ. Не смешно, совсем не смешно. Первое – обидно за русский язык, на котором на Украине учиться в школах и университетах нельзя, а посылать друг друга министрам и губернаторам можно? Второе – страшно потому, что если подобное прорывается в ходе официальных заседаний, то что говорить об обществе? Насколько же оно поляризовано? Следующий этап – еще больше его радикализация. На улицах Киева многие признаются – результат Майдана. Деградация вместо революции и позор вместо достоинства. Сырк, клоуны. Все, больше ничего не могу сказать. Мы вот как раз идем и обсуждаем эту тему. Это и сверх всякого вообще хамства, это поведение. Мы привели их к власти, они, соответственно, теперь нами управляют и ничего мы с этим сделать не можем, потому что так как мы тогда были быдлом, так и сейчас они из нас делают быдлом, и этого совершенно уже перестали стесняться. Если выключить видео и слушать только звук, действительно больше похоже на бандитскую перепалку. У украинских блогеров ассоциаций гораздо больше на просторах интернета, не упуская ни единой детали. Они смакуют конфликт. Вот, например, как Аваков передразнивает речь одесского губернатора. Посмотрел видео Аваков в Саакашвире. Стыд, разочарование, грусть. Больно, стыдно смотреть. Элита ссорится, а Украина страдает. Не остался в стороне от обсуждений и Олег Лешко. Кстати, тот редкий случай, когда скандалили, но без него. Если бы я был президентом, я бы немедленно освободил от должностей всех участников этого позорного шоу. Это похоже на театр абсурда, к которому присоединился и глава Кабмина. Называя Саакашвили гастролером, Яценюк будто забыл, что у него у самого в подчинении несколько иностранных реформаторов. Все это происходит на глазах у гаранта Конституции. И кажется, президент вот-вот вмешается. Но нет, он закрывает лицо руками. А когда Аваков запускает Саакашвили стаканом, лишь негромко и примеряюще произносит. А вот что сказал президент еще до того, как намок костюм сидевшего рядом с Аваковым министра иностранных дел Климкина. Оцендуйтесь. Можно без матов? Матов? Да, без матов. В конце концов, Порошенко закрыл заседание. Дальше за откровенно базарной перепалкой наблюдал молча. Сегодня в Киеве политики и эксперты говорят не только о громких заявлениях участников конфликта. Молчание президента Украины в этом случае гораздо показательнее. Впрочем, как и тот факт, что видео, которое в администрации президента сначала категорически отказались опубликовывать, в итоге попало в интернет. Это говорит о том, какова на самом деле сила и реальное влияние президента в этой стране. Он пыжится, он надувает щеки, он пытается представить себя единственным миротворцем и единственным хозяином земли украинской, а на самом деле на него уже никто не обращает внимания. И есть силы, готовые сражаться с ним до конца, демонстративно нарушая его приказы, которые были неоднократно Порошенко повторены. В заявлении, сделанном после заседания, президент Украины намекнул на ксенофобский характер, выпадав главы МВД в сторону Саакашвили. В надсовете как нигде недопустимы грубое брание и оскорбления, особенно те, которые имеют ксенофобский подтекст, затрагивают национальное достоинство человека, ставят под сомнение его украинский патриотизм, предлагают кому-то убираться с Украины вон. Аваков демонстративно обиделся и ответил президенту уже в социальных сетях. Вы, уважаемый господин президент, выпустили заявление, и я, мягко говоря, удивлен. Кого вы обвиняете в ксенофобии? Меня, армянина, всю жизнь с трех лет живущего в Украине? Мне ли не знать? Какой чинуша выдал вам эту рамку реагирования? Не утихает и губернатор Одесской области. Сожалею, что пришлось назвать пример министра вором, но еще больше сожалею, что это правда. Политологи уверены, если премьер, министр внутренних дел и губернатор области позволяют себе такие спектакли, обвинения должны быть доказаны, а чиновники уволены. В Европе, как вы думаете, если бы общество увидело такое видео, чем бы закончилось? В Европе после такого, я думаю, политики должны сами уйти в отставку. Дело даже не в обществе, а в факте. Чиновник один другого обзывает матом, кидается стаканом с водой. Но это все, это позор. Такое правительство должно уйти. И это вопрос имиджа страны, в том числе в глазах Европейского Союза. Но Петр Порошенко пока не торопится. Возможно, для кадровых перестановок нужен еще один визит вице-президента США Джо Байдена. В его присутствии и министры, и губернаторы ведут себя, как полагается, высокопоставленным чиновникам.